Самые заметные события и явления января в новостном дайджесте. Январь наступившего года начался с очередной серии клоунады и втирания очков под названием «Технический пуск». 2 января под прицелом камер был совершен очередной обряд демонстрации недостроенного и еще не переданного метрополитену участка Некрасовской линии от станции Юго-Восточная в столичном районе Выхина до станции Нижегородская. Также новый участок Некрасовской линии будет временно включать и две станции Большой кольцевой линии, которые будут пущены вместе со всем участком в конце марта. Для справки, реальный технический пуск состоится незадолго до пассажирского пуска, когда строящийся участок будет передан метрополитену, будет введен режим метрополитена и начнется обкатка путей и инфраструктуры. Основными условиями являются полная готовность тяговой сети и строительная готовность пассажирской зоны. 4 января в моторвагонном депо на Хабино электропоездом ЭП-2Д-0077 были протаранены ворота. Подробности происшествия неизвестны, однако в результате ЧП были повреждены ворота и лобовая маска одного из главных вагонов. На сегодняшний день маска поврежденного вагона большей частью восстановлена и эксплуатация электропоезда продолжается. Январь порадовал и тестированием 11-вагонной Иволги 2.0. После провального пуска МЦД в ноябре на практике был доказан вред коротких составов на радиально-диаметральных линиях Московской железной дороги. Очевидная изначально абсурдность закупки коротких Иволг составностью 6,7 вагонов вылилось в катастрофические толкучки в вагонах и тотальный невывоз пассажиропотока. В течение короткого времени все Иволги были сцеплены в двойные составы по системе многих единиц и пошли разговоры о закупке в 2020 году 11 вагонных составов и дополнительных вагонов для уже выпущенных. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот на экспериментальное кольцовне ИЖТ пригнали две Иволги с номерами 040 и 041. Состав 040 дополнили промежуточными вагонами от состава 041 и начали обкатку. Впереди сертификация Иволги в такой составности и поставки на МЦД. 13 января был запущен пятый главный путь на Ярославском направлении, на участке Москва-Мытищие. Это первая серьезная реконструкция на этом участке с начала нулевых годов, когда проводилась реконструкция и строительство новой инфраструктуры для запуска нового тогда сервиса электричек «Спутник» прообраза современных экспрессов «Рекс» и городской электрички МЦД. Также этот участок стал первым в России, имеющим пять главных путей. Пятый путь позволит запустить дополнительные электрички и разделить движение ближайших и дальних маршрутов. Главным событием января для метро стало появление фотографии собранного состава 81775, более известного как Москва-2020. Кардинально изменился салон. Впервые со времен первых опытных вагонов Яузы, чеголяющий дизайнерскими изысками. Количество сидений между дверями сократилось с 6 до 5. Между сидениями размещено по два порта USB-зарядки. Вновь, как и когда-то в Яузе, сидящие пассажиры отделены от стоящих у дверей стеклянными перегородками. Изменилась форма, ширина и конструкция межвагонного перехода. Добавилось экранов. Появились новые накладные раздвижные двери, обновленная маска и совершенно новый пульт в кабине, также щеголяющий футуристичным дизайном. Точная дата прихода состава в метрополитен, как и сроки и место испытаний, пока неизвестны. Еще одной новостью стал всплывший план по вводу новых объектов метрополитена. Согласно этому документу, до конца года должны ввести в эксплуатацию следующие объекты. В марте. Пуск участков Некрасовской линии, Косино Нижегородское и Нижегородское авиамоторное, без прямой пересадки на действующую авиамоторную. А также в составе Некрасовской линии откроется участок Большой Кольцевой от станции Авиамоторная до станции Лефортово. В ноябре введут в строй тупики за станции деловой центр Солнцевской линии и западный участок Большой Кольцевой от Хорошовской до Карамышевской. А в декабре планируют пустить участок ВКЛ от Лефортово до Электрозаводской. Тупики за станции деловой центр Большой Кольцевой и пересадочный узел между станциями Петровский парк и Динамо. Что из этого будет пущено в срок, пока не ясно. Ну и завершился месяц очередной аварии на железной дороге. Днем 31 января в депо Куровская при маневрах разорвали состав R2R-7018. На фото видно, что разрыв не ограничился лишь сцепкой, как это бывает обычно, а разорвало целый вагон. И в завершении выпуска минутка юмора. Далее без комментариев. Я проклинаю всех сотрудников, которые меня останавливают. Все их рода проклинают. Упаси вас Господь. Упаси вас Господь останавливать рода, которые вам говорят, что мы живем в Киросом Фразе. Вы же человек. И вы человек. Вы чему это? Вы экологический человек. А я живая. Все правильно. И золото. Все правильно? Золото у вас правильно. Да. Проверили уже. Документы ваши покажите. У меня нет документов. Все? Я не разрешу вам движение на этом красном средстве. Я сейчас на Красную площадь поеду. И что? Если еще непонятно вам, тут Кремль объяснил, то я сейчас обратно поеду на Красную площадь. Мне? Мне никто ничего не объяснял. Вот наша родовая книга, по которой мы живем. Игорь, да? Игорь, если ты не в чине, я с вами разговариваю, как с Игорем, то вы должны снять фуражку. Если вы в чине, то вы должны мне сказать, что вы извиняетесь и прощаетесь. Всего доброго. До свидания. Я? Да. Не буду такого говорить даже. Я не понял. А вы что тут решили? Мне войну устроить? Кто вам войну устроил? Ты устраиваешь, вы устраиваете мне войну. Кто устраивает войну? Вы на каком основании сейчас меня задерживаете? Еще раз вам говорю. Вы не имеете права управлять транспортным средством. Вы не имеете права меня останавливать. У нас своя регистрация. Без государственных регистрационных знаков. Не я, а вы. Еще раз вам говорю. Не я, а вы. Документы ваши. Я говорю, отойдите от моего транспортного средства. Мы ведем свои личные записи, своего рода. И мы нигде не зарегистрированы. Вот наша частная неприкосновенная личность. Фамилия есть у вас? Нет. Мы без фамилии живем. Вы не слышите. Мы по именам живым живем. И отчества вашего нет? Нет у нас отчества. Это кличка. Вы же сказали, у вас родитель назвал Линга. Но у меня есть имена у моих родителей, а не клички. Понятно? Хорошо. Я не играю с вами в военный театр. Я вас как должен пробить? Я требую предъявить документы на пистолет, иначе вы пираты. Кто вам дал разрешение на ношение оружия? Я требую психологически. От психиатра справку, что ты имеешь право. Вы имеете право каждый из вас носить это оружие. Это видео сейчас в YouTube будет выложено. У вас потом каждый будет требовать. Хорошо. Справку от психиатра на оружие? Чисто. Конечно, должен каждый из вас. А почему вы требовать? Какое вы имеете право требования, если к вам его нет? Вот таким был первый месяц этого года. Следующий выпуск в последний день месяца наступающего. До свидания.